Давайте посмотрим настройки. В правом углу. Включить режим разработчика. Включить этот параметр при разработке элементов, но мы не разработчики, поэтому мы его не включаем. Протокол HTTP или HTTPS. То есть, если вы не используете SSL, я его не использую, я вставлю HTTP. Загрузить библиотеку в FonAviso. По умолчанию да, оставляем. Включить безопасный режим. По умолчанию нет, пока включать не будем. Следующее. Удалить метод тег приложения Quix. Давайте скроем, но нам говорится, что это работает только для Pro-версии. Остальные три опции также оставляем. Состояние нет. Сохранить, закрыть. Дальше имеются кнопочки проверка подлинности. Здесь прописывается логин и ключ, если мы имеем коммерческую версию компонента Quix. Нужно авторизоваться, чтобы мы могли с панели обновляться. Также есть кнопка звездочка обновления. И кнопка очистка кэша. Также в углу есть иконочка, позволяющая скрыть панель, если у вас маленький экран монитора. Давайте создадим первую страницу. Здесь есть кнопка создать. Нажимаем на нее. В новой вкладке нас перебрасывает такой редактор. Page Title. Назову первая страница. И пока нажмем здесь на кнопку Save. Сохранить. Если перейдем на предыдущую вкладку, обновимся, то видим, что вот здесь у нас будет список страниц. Появилась первая страница. Также можно снять публикации или опубликовать. Или глазик просмотреть страницу. Также по стрелочке можно дублировать или в архив. Если отметить галочку, можно удалить в корзину. Снять публикации, опубликовать. Давайте перейдем в меню. My Menu. Меню главное. Выбрать. Видим, что в меню появляется тоже QX меню, когда мы установили данный компонент. Нажимаем. Выбор страницы. Здесь выберите страницу. Выбираем только что нашу созданную страницу. И нажимаем сохранить и закрыть. После этого идем на сайт и обновляем главную страницу нашего сайта. Пока мы здесь ничего не видим. На моем демо сайте установлены демо данные, поэтому вы видите здесь и баннер, и блоки, и меню. Возвращаемся к QX странице. Заходим в нашу страницу. Прежде чем мы начнем активно проверять, самое интересное, это установка секции или шаблонов. Посмотрим здесь вверх, что у нас есть. Здесь есть интересное, видите, наводим мышь на settings, то есть настройки страницы, то есть page settings, настройки страницы, SEO настройки и link page to menu. Нам говорится о том, что у нас уже страница QX связана с пунктом меню. Мы только что это с вами сделали старым способом. Давайте посмотрим page settings. Статус опубликовано, не опубликовано, так далее страница. Дальше для какой группы пользователей данная страница. Языки я выберу русский. Apple применить. Дальше style. Опции страницы, значит, title заголовок. Заголовок страницы. Позже пропишем. Селектор заголовки H1, H2, H3 выбраны. Можно добавить еще здесь. Tag P, images и так далее. Пока оставим как есть. Типография, link custom KSS. То есть можно настраивать, да? Если выбрана типография, то здесь ниже опции для нее. Шрифты, выбор шрифтов. Дальше стиль шрифта. Size, это размер. Transform, то есть к апслогам. Все заглавные и другие варианты шрифта. Стиль, норм, italic. Линк, декорация и другие возможности шрифтов. Соответственно, если выберем link, то ниже будут настройки ссылки. То есть нормальное положение. Также шрифт, размер, всевозможные отступы. Hover, то есть это при наведении. Также можно при наведении, чтобы менялся шрифт и так далее. Я думаю, мы более детально будем настраивать это в режиме создания страницы. И кастомные какие-то настройки. Пока оставляем все без изменения. Здесь еще есть одна вкладка. Custom KSS, то есть произвольный KSS стиль можно было бы написать. И JS, JavaScript. Но только это доступно в версии Pro. То есть вот в этой области у нас и будет построение сайта в дальнейших, следующих уроках, да? Где мы будем создавать страницу. Эти кнопки нам позволяют, вот вы это видите, просматривать, как будет выглядеть в мобильных устройствах. Сейчас мы, конечно, ничего не видим, потому что мы еще ничего не сделали. Дальше кнопка обновления, кнопка предпросмотра страницы и кнопка сохранить страницу, то есть чтобы сохранились наши изменения. Также не рассмотрели настройки Settings, SEO Settings, именно для этой страницы. Здесь для этой страницы, значит, title. Можно прописать именно для поисковых машин. Дальше это описание. Дальше прописать Twitter Username. Если у вас есть аккаунт в Twitter, здесь прописывается Twitter Username для Twitter Card. То есть это тоже некая разметка Open Graph. Facebook IP ID тоже для Open Graph разметки. Также можно SEO Images, например, логотип сюда загрузить. Также это SEO изображение будет являться для поисковиков аргументом для этой страницы, что его надо выводить в сниппете. И настройка включения как раз-таки Open Graph разметки. То есть так у нас выключено, так включено. И Add, то есть Twitter Card. Это что-то типа Open Card, как в Facebook. Это все включено. Ну, то есть, можно сказать, классические SEO настройки. И замечательный плюсик здесь есть Create New Page. По клику на этот плюс создается сразу новая страница. Видите, page title не заполнен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!